Розмари Сатклев Розмари Сатклев Розмари Сатклев Розмари Сатклев В реальности этот миф основывался на двух вещах. Когда Сатпи вписала свою книгу, она думала о двух вещах. Вернее, об одной вещи и об одной теории научной. Вещь была найдена в 1853 году при раскопках местечка Сил Честер, современного древнего большого крупного романа британского города Калевы. Вы видите, это бронзовая статуэтка Орла, и когда ее обнаружил первый археолог профессиональный практически в Британии, преподобный Джеймс Джойс, совершенно не имеющий отношение к ирландскому Джеймсу Джойсу, он предположил, что эта фигурка украшала навершия штандарта легионного. Он подумал, что у Орла нет крыльев, на самом деле, присмотритесь, они у него есть и все сложные. Скажем так, у Орла нет крыльев, а крылья он потерял, потому что попал как трофей Бриттом, которому эти крылья отрубили, потом его ремень каким-то образом вернули. Соответственно, Сатпи знала об этой статуэтке, она ее, естественно, представляла себе и предположила, что да, это именно тот орел, из которого должен был ходить Марк Акфелл. Это не вдохновило. С другой стороны, она опиралась на научную теорию, которая появляется у нас в середине 18 века. Правда, видите, человеку, который ее разгребил окончательно, а не того, кто ее придумал. Придумал ее Джон Хорслет, сформулировал, который активно собирал сведения о легионах, стоявших в Римской Британии. И собирает сведения, обратите внимание, что после 82-83 годов 9-й легион, который в Британию пришел в 43-м году вместе со всей римской армией, исчез. Все остальные есть, появился еще 6-й за кампанию, а 9-й исчез. Хорслет предположил, что это было самое логичное с точки зрения 18 века, в котором бритты все время были злые, нападали и всех убивали. А римляне были добры, они просто пришли с оружием, поубивали часть бриттов, но случайно. Бриты были по-настоящему плохие, они просто там жили и почему-то хотели сражаться. Хорслет предположил, что легион был уничтожен именно восставшими бриттами. Вот так и написал. 9-й легион пропадает, потому что его уничтожили бритты. Речь у Хорслет шла про 82-й год нашей эры, когда как раз заканчиваются у нас кампании римские на севере. В 19-м веке наука продлинулась вперед, но не в вопросе 9-м легионом. В вопросе 9-м легионом было найдено несколько надписей, которые показали, что он существовал у нас до начала 2-го века. И ученые, это был сначала один из дарилских следователей, фамилия сейчас вам не важна, потом узнаете, может быть, в египедии. Который предположил, что он был погиб в 110-х годах нашей эры, перед визитом в Британию Адриана. Сейчас мы потом скажем, почему именно Адриан. Так получилось, что во второй половине 19-го века с этой теорией о гибели 9-го легиона во время войны с Бритами согласился наш великий антиковид, великий специалист по риму, Теодор Момзен. Его прекрасный, очень одухтворенный взор вы видите сейчас. Момзен был непрелекаемым авторитетом. Он остается одним из непрелекаемых авторитетов в античности. Это человек, на которого обязательно нужно сослаться. Даже если ты пишешь записку маме, почему ты ушел из дома. Все равно сошлись на Момзена, это придает ей вес. Особенно, если мама тоже антиковид. Момзен сказал, что да, 9-й легион погиб во время восстания Бритов. И сказал, в каком году? В 119-м году нашей эры. Неважно, что на самом деле нет никаких оснований предполагать, что в это время была война с Бритами. Нет ни единого до сих пор свидетельства, что она была. Ни сообщения древних авторов, ни надписей, ни трупиков мы не нашли, ничего нет. Более того, есть основания полагать, что все было спокойно. Потому что в это время римляне начинают строить свою парадную терминальную стену Адриана. Сейчас вы ее увидите. То есть у них все было нормально, они спокойно себе строили. Все хорошо. Но Момзен был авторитетом, и поэтому если Момзен сказал в морг, значит в морг. С тех пор, со временем Момзена, во всех книгах, в Окспольском путь водителя по истории Британии, в Кемплижской истории Британии, вплоть до второй половины 20-го века, 9-й легион погибал именно в Британии и в 119-м году. Не в 117-м, 118-м, не в 121-м, не в 110-м. А вот в 119-й год раз, и он умер. Соответственно, поэтому благодарить мы должны за миф в сознании не только Садклев, но и Момзена, и вот эту замечательную бронзовую статуэтку, которая, как показывают современные исследования, никак не связана с регионом, потому что регионные орны делались по другим отливкам, они были совершенно другие. Эта статуэтка очень напоминает статуэтке часть больших скульптурных групп, которая связана с изображением Юпитера, главного бога Рима, соответственно, и больше похоже, что это часть большой скульптуры, которая не найдена. По тем или иным причинам, по каким мы не знаем. Соответственно, почему 119-й год? Потому что в 120-м году начинается строительство вот этого сооружения, знаменитой стены Адриана или Адрианова Валд, который разделяет северную часть острова Британии от юга. Соответственно, считалось, что эта стена была построена для защиты от бритвов, но в этой стене через каждые 10 километров есть ворота, которые слабо укреплены, и, соответственно, очень мало гарнизонных фортов, которые могли бы вмещать большое количество людей, защищавших эту стену. То есть стена строительства не только защищать, она обозначала символические и реальные, скажем так, границы Римской империи на севере. Это был своеобразный режим паспортного контроля. Поэтому предположить, что такую стену построили, чтобы защищаться от бритвов, нет для этого никаких оснований. В свою очередь, почему именно 119-й год? Потому что когда начали строить эту стену, 9-го региона в Британии точно не было. Ее строил 2-й регион, ее строил 20-й регион, и ее строил легион 6-й, который только-только туда переместился. В связи с этим у ученых в середине 20-го века, у тех немногих, кто решил все-таки перепроверить Мокзона, возник вопрос, а что же случилось с 9-м регионом? Появилось множество предположений, но чтобы понять, на чем эти предположения строились, мы должны ответить себе на вопрос, какие вообще могли быть догадательства существования легиона. Здесь мы согласимся с нашим дорогим героем детства, нам нужны доказательства, и кокаином здесь не подают. Как вообще проверить, узнать, где находился легион? Если мы найдем, слава богу, какой-нибудь след римского сапога, мы никогда не определим, какой именно легион там стоял. У нас нет карт римского генштаба, у нас не сохранилось великого множества источников, которые нам позволят определить, где же находился и как передвигался 9-й регион. Но есть несколько источников, которые немного помогают восстановить его траекторию движения и понять его судьбу. Первые источники картины для этого нет, поэтому просто услышьте, это античная традиция. Что писали древние авторы? Тацик, Дион Кассий, Оф, передвижение римской армии, о сражениях и прочее. Но надо сказать, что древние авторы мало интересовались судьбой каждого конкретного легиона, если он участвовал в сражении, прославился или опозорился, они об этом скажут. Если он не участвовал, то неважно, где этот регион находится. Соответственно, с другой стороны, у нас есть вот такие вещи, мы называем их термином эпиграфика, надписи на твердых предметах. Надо сказать, что в римской империи была привычка, и в римской культуре была привычка оставлять надписи на всем, что есть. Вообще, это была высокограмотная, скажем так, культура, культура, в которой письменность играла очень большую роль, хотя сейчас мы это часто не можем представить себе и понять. Более того, я полагаю, что со временем письменность в Риме, в римской империи мы поймем, что она играет более важную роль, чем в современном мире. Писали всегда, писали везде, писали практически обо всем. От неприличных стишков про своего недруга и кляус на то, что кто-то не явился на работу, до подобных надписей, которые у нас, надгробные надписи, вы видите, что она у нас намного более развернута, чем надписи надгробные, которые мы видим сейчас. Это надпись надгробия Луция-Луция-Руфина, главноста 9-го региона, который родился в Риме, а умер в Бью-Йорке, в возрасте 28 лет. Важным видом эпиграфики является клейма, который оставлял регион на строительных материалах. Легион был в Риме не только военной структурой, боевой частью, подразделением, он был еще и строительной армией. Он все время что-нибудь строил. На самом деле это было вполне прозаично. Для древних римлянов прекрасно понимали, конечно, элиты, что если легион ничем не занят, например, он никого не убивает, не насилует, не грабит, или он ничего не строит, то у легиону приходят в голову всякие глупые мысли. Например, что легиону мало платят, что легион слишком далеко от Родины находится, наконец, что императора, который находится в власти, какой-то не такой, надо было поставить другого императора. Чтобы этих мыслей не приходило, легион все время должен был строить. Он строил свой лагерь, он строил дорогу, он прокладывал водопроводы. И легион, по-моему, все прочее, производил строительные материалы. И все эти материалы помечались в клеймом. Какой лимон? 9-й, 8-й и так далее, и так далее. Так мы понимаем, кто строил стену Адриана, и так мы можем посмотреть, куда двинулся в итоге 9-й легион. Соответственно, для начала давайте буквально пару минуток скажем о том, вообще, что было связано с легионом, как он появился. Появился у нас в начале 50-х годов до нашей эры, 1-го века нашей эры. Набран был, видимо, Помпеем, а использовался его на тот момент союзником, известным человеком, в честь которого назвали человека, в честь которого в будущем назовут Сават, Гарием Юрием Цезарем. Соответственно, Цезарь использовал 9-й легион в войнах в Гарии. Он покорил Галлов, побеждал их. Если вы смотрели Астерикса и Абеликса, то вы ничего об этом не знаете, поэтому почитайте нормальные книжки. Например, записки самого Цезаря о Гарской войне. Цезарю легион верно служил, он служил ему в гражданских войнах. Потом он перешел, принял присягу у Октавиана Августу, служил, соответственно. После был набран заново, поскольку ветераны уже совсем постарели и не могли в руках держать копья. И, если мы посмотрим, где он находился, в пределах империи, находился значительную часть времени, он у нас в районе Мерзии. Соответственно, эта территория современная, получается, снижилась в Румынии и Болгарию. В тех районах находится он скрыт. Почему, кстати, он называется испанским? Потому что Помпей, который тогда был наместником Испании, в Испании его набирал. То есть, значительная часть его первых воинов и регионеров, они были как раз из Испании его. С тех пор это прозвище прижилось и осталось. Потом регион, в начале первого века нашей эры, перебросил в Германию. А потом, в 43-м году, наша эра, он у нас переместится в Британию. Где, соответственно, будут активно воевать. Но Британия прославилась не успехами, в первую очередь, а тем, что потерял почти что половину своего состава в засаде от этой прекрасной дамы Баудики, которую можно рассматривать отдельно и бесконечно, но это должна стать специалистами, а не я. Специалисты у нас, к счастью, уже в России появились по Баудике. Соответственно, в 61-м году регион потерял 2000, это ровно половина всего состава, и был на грани расформирования, видимо. Но его не расформировали. Впоследствии регион у нас появляется в походе на север, на самой Север-Атланте, где происходит битва при так называемой Графпийской горе. Мы не знаем, где это. Есть даже некоторые люди сомневаются, что вообще эта битва была. Считают, что ее придумали римляне, чтобы себя прославить. Но вероятнее всего, битва была. Другое дело, что найти ее пока не получается. Битва была большая. Это была последняя крупная битва на севере Шотландии, которую проводил у нас проконсул Агрикл, знаменитый. Соответственно, в ней Девятый регион участвовал. Он был не главной ударной силой, но тем не менее он участвовал и вполне себе достойно. После этого Девятый регион никаких источников древних авторов, сообщений древних авторов не упоминается. Но есть несколько источников, которые позволяют вам сказать, когда он еще был в Британии. В частности, это вот надпись, соответственно, посвящение императору Трояну, найденная в Йорке. Но это, как вы понимаете, современная реконструкция надписи, а это центральная часть. Поскольку римляне были очень людьми расчетливыми, прагматичными, они понимали, что когда-нибудь рима не будет, а антиковеды будут, им нужно что-то изучать. Чтобы облегчить их усилия, они оставляли надписи понятные. Полный аббревиатур. Аббревиатур всего 5000, и поэтому, если вы нашли несколько бут, вы можете понять, о чем, скорее всего, идет речь. Вот мы нашли только центр, но нам и так понятно, что это император Цезарь, сын Божественного Невы, Троян, соответственно. И мы можем даже представить, какая именно дата, потому что здесь указаны его должности. Эта надпись посвящения, видимо, непонятно, с чем связана, вероятно, предположение, что создание общественной бани, которую построил регион, и он посвятил эти бани Трояну, в честь всего его здоровья. Это последняя надпись в Британии, на которой есть упоминание Девятого Легиона. Так, обратите внимание, что в начале Второго века регион писался не как нашу, обычную цифру 9, а как 5 и 4 единички. Получается несколько иное написание. После этого он исчез из нашей жизни, исчез из эпиграфики британской, и это, собственно, давало основание, казалось бы, было подтверждением того, что регион исчез вообще. Как? Не очень понятно, но все-таки либо ксеноморфы на другой планете, либо все-таки бриты, одно из двух. Но дело в том, что эпиграфика же у нас находится не только в Британии, она находится и в других провинциях. Надписей очень много, порядка 350 тысяч, и в XIX веке знать все надписи было, понятное дело, невозможно. Именно Мобзен, тот прекрасный человек, которого вы видели, а он видел вас через этот экран с того света, Мобзен начал сбор и подготовку издания этих надписей. И по мере накопления обработки имеющихся найденных надписей стало ясно, что с легионом не все так просто. В частности, были найдены надписи, которые отражали у нас карьеру ряда известных политических деятелей II века н.э., которые служили в IX легионе. Если смотреть на эти надписи внимательно, то становится понятно, что на самом деле они служили после пресловутого 19-го года. К сожалению, этих надписей мы рассматривать подробно сейчас не будем, я просто объясню принц. Надписи эти оставляли люди, которые уже многого добились. Это были консулы, это были наместники провинций, и надписи по традиции включали в называемый курс почестей, своеобразную, если можно так называться, древнеримский вариант, ксерокопию трудовых книжек, в которую указывались все должности, которых человек добивался, все почести, которых он добивался. При этом мы знаем, благодаря римскому праву, благодаря изменящимся источникам, с каких лет человек мог претендовать на трудную должность. И мы можем, отматывая назад, от имеющейся должности консула или проконсула, можем отматывая назад понять, когда примерно этот человек мог быть офицером в 9-м регионе. Нам помогает то, что мы встречаем в основном надписи, связанные с легионными трибунами. Это младшая офицерская должность, которую могли занимать знатные юноши, отнюдь не простые служаки, для этих была должность центуриона, они могли погибнуть, а трибуны могли заниматься чем угодно, могли воевать, могли не воевать, могли сидеть в штабе все время. И обычно занимали юноши 19-20 лет. Кто-то делал на этом славу и продолжал карьеру, именно таких мы знаем, а кто-то на этом ничего не делал, а просто отработал долг перед государством, может так выразиться. Соответственно, этих трибунов найдено несколько. В частности, в 20-м веке стало ясно, что трибунами региона были Луци и Миликар, Марсиал Сатурнин и Квит Нумизи Юниор. Карр и Юниор были впоследствии наместниками Аравии, и вот отсчитывая, они были у нас в 140-х, 150-х годах, отматывая назад их жизни, их карьеры, мы понимаем, что они были у нас трибунами в регионе, один в 132-м году, другой в 127-м. Что скажет на этом Омзен, мы не знаем, потому что мы узнали об этом поздно рекону. Соответственно, Сатурнин был наместником провинции Африка, был в 155-м году, и значит, что трибунами он был в 130-м году. Наконец, мы нашли, более того, не только трибунов, в Маших Луциал, которые, в принципе, регион могли разгромить, они разбежались, и поскольку это была только карьера, они были ни в чем не виноваты. Мы нашли легата, и это очень важно, легат, командующий регионом, человек, который в случае гибели легиона, позорной, любая гибель полного легиона, и потеря орлов и значков, это позор, и эта гибель была бы клеймом на нашем Анне-Сексике Флоренсе, которого тоже звали Луций, это было бы на нем клеймом, и его карьера бы закончилась. Но нет, он у нас был консулом, и отчитывая обратно, что он командовал легионом в 120-м, 125-м годах до нашей эры. Понятно, что легион не погиб. Возникает вопрос, куда он делся. К счастью, 70-е годы 20-го века подарили нам ключ к дальнейшему передвижению легиона. Из Британии он ушел. Британии у него действительно больше не было. Но это была не параллельная реальность, это была не другая планета, и это было не чистилище. Он попал у нас, может быть, даже это было хуже, он попал в Голландию. В 70-е годы 20-го века Юлиус Боггерс, известный, очень известный голландский археолог, которого вы все знаете и любите, раскапывал крепость легионную, большую, предназначенную для 5000 человек, с обозом, маркетантами, проститутками и все, что положено для легионной крепости, раскапывал эту крепость около города Нейменина современного. Там он обнаружил несколько десятков черепиц, которые покрывали у нас общественные здания, здания легионной крепости, бараки, здания притория, где свидетельство и начальник. И здесь не очень хорошо видно, но можно посмотреть и увидеть. Элег 9-й хист. 9-й испанский легион чеканил эти, сделал эту черепицу, и это показалось, что он не только не погиб, он не утратил страсть в трудоспособности и строительстве.